Итак, всем привет, ребят, с вами FlutterGreen, и сегодня я хотел бы обсудить вот этот видосик JackLiker, который я посмотрел вчера на стриме, на своем твиче, ссылочка в описании. Собственно, я думал, я запилю на свой канал именно вырезку из того стрима, где я смотрел его видос, все дела, но я хотел просто обсудить один из стереотипов, который он затронул в этом ролике, а именно то, что он как бы пойдет дальше дело, так что давайте-ка смотрим, и по ходу дела я буду обсуждать все дела именно по поводу той проблемы, о которой он разговаривает, и в частности обо мне, вот. А мы переходим к следующему стереотипу, и он относится к популярным людям, которые... Да, ссылочка на оригинал в описании будет, если захотите посмотреть видос полностью, то милости прошу, ссылочка в описании будет на оригинал. Чем-то занимались в фэндоме, и звучит он так, все ушедшие брони, предатели. Предателями называют Диккенсона, Диджи Ди Рус, Док Брони Алекс. По поводу Диджи Ди Рус и Диккенсона, это и так понятно, потому что многие люди говорят, что они предатели из-за того, что они сменили контент, видите ли, на аниме. При том, что это их была личная инициатива, потому что им надоело снимать об одном и том же. А Док Брони Алекс я вообще впервые, кстати говоря, слышу, потому что он просто ушел. Он даже в ЭК не заходит, между прочим. У него нет абсолютно никакой в данный момент деятельности ни на канале, ни вообще в социальных сетях, так что по поводу Док Брони Алекса это вообще странно. Сколько я не слышу о том, что они предатели фэндома, забрасывают канал или приходят на аниме. Их надо сжечь. Все бы ничего, да есть одно но. И если честно, то чаще всего такое говорят люди, которые ничего не добились в фэндоме. Ну и они в том плане, что вообще ничего, но там самую малость. А потом сами жалуются, что нету актива и забрасывают канал. Некоторые люди вообще не понимают сложности снимать про пони на ютубе. Везде авторские права, дефицит идей. Да, я рассказывал о некоторых способах, как можно подняться. Не, ну по поводу авторских прав тут спорно, потому что авторские права затрагивали только тех людей, которые решили, что Вот, мы делаем озвучку поней официальных серий, значит мы будем выкладывать озвучку поней у нас на каналах. И все, типа, авторские права это не совсем проблема. Проблема в том, что анимации по поням некоторые. Хасбра думает, что это как раз таки их произведение из-за того, что поняша... Ну, в какой-то мере не отличается моделькой от, собственно, оригинала. Так что, они могут заклеймить видос, даже если он не является ихним. Но он является похожим на МЛП. Хоть я и рассказал способы легкого подъема, но я не рассказал об их последствиях. Многие люди у нас смотрят флаттер Грина. И я сам говорил, что можно подняться, делая реакции. И некоторые люди считают, что ему прям в кайф заниматься тем, чем он занимается сейчас. Даже в своих информационных роликах он говорит, что ему стало намного сложнее заниматься фэндами. Тут по поводу реакции загвоздка. Мой канал убил все каналы, которые делали по поням реакции. Это не шутка. Это реально, я считаю, огромной проблемой. Потому что я готов был дать любому человеку, который бы написал мне о сотрудничестве, еще что-то в плане реакции, там, поснимать вместе, все дела. Но, понимаете, был такой чел, как Сергофан. Он, увидев, что я делаю реакции на поней, именно на хоррор какие-то штуки, при том, что он делал пайк за игром. Я был не против, чтобы он занимался реакциями на поней. Но я тогда жутко взбесился, когда он делал только на то, что я уже сделал реакцию. То есть, считайте, я на это сделал реакцию. Спустя пару дней выходит на то же самое видео. При том, что он снимал и на пони-страшелке. Но пони-страшелок, как бы, очень много. И очень много было на тот момент популярных. Можно было бы сделать на одну пони-страшелку реакцию, а потом на другую. Но, ясное дело, не только на то, что я уже сделал реакцию, это получалось как-то странно. Был Арест Кёллер, были еще другие люди, которые сейчас занимаются реакциями. Но мой канал просто-напросто, когда они только начали заниматься тем же самым, что и я, он им не дал вырасти. Просто из-за того, что люди предпочитали больше меня, чем их. И это очень прискорбно, потому что тот же самый, например, тот же самый Майни. Люди понимают, что у него, как бы, реакции такие же самые, как у него реакции у Юмилии, такие же самые, как у Каоми, такие самые, как у Виндяи и так далее. Но у каждого, люди понимают, что у каждого из них разная подача контента, подача реакций. Так как людям в моем случае нравилась моя подача больше всего, они подписывались на меня, предпочитая меня. Даже при том, что у меня сейчас плохо с просмотрами. Во-первых, его обвиняют в том, что он распространяет вечный контент. Было немало реакций по контенту на пони-креатор. Отсюда многие люди хотели попасть к нему в видео. Нет, немного другое. Обвинений никаких не было, было только недовольные люди, на которые, которые, как бы, обвиняли меня в том, что я, видите ли, не на ка... Прям вот очень честно-то говорили, как одна девчуля, которую зовут Нека Кэт или как, я уже точно не помню. Она, впрочем, вела свой канал и завела стрим, в котором назвала как-то с моим именем. И я зашел на 15 секунд и сразу вышел, потому что происходила полнейшая неадекватчина. С криками, с ссорами, с еще чем-то. Это было настолько все плохо, что я не выдержал 15 этих секунд и просто ушел. Люди мне писали об этом все дела. Я решил, я просто это проигнорю. Лучше пусть выскажется у себя на канале. Я ей не запрещаю ничего делать. Просто пусть делает, что хочет. Типа, это ее личное право. Но меня возмутило то, что люди мне написали потом, что она возмущается на то, что я на других делаю, а на ее качественный контент не делаю. То есть это звучало очень плохо. Значит, она как-то провозглашала свой контент выше других. И это мне не совсем нравилось. И я не делал на нее реакции по ясной причине. Авторские права. Она использовала музыку с нарушениями авторских прав. На пони клипы, какие она делала, я не делал реакции вообще. Это единственный случай, когда меня вообще обвиняли в феечности. Но, ну да, еще было в ФВК, я попадал один раз в паблик. И тупо из-за того, что 3 или 4 года назад я выпускал ролик про феечек. Но, знаете, я вот скажу, что не весь пони-креатор феечный. Есть люди, которые пилят очень качественно на свои ролики. Например, та же самая Rainbow Week. Есть всякие там люди, которые вот начинали с пони-креатора, они сейчас занимаются чем-то другим. Именно в плане по ней. Там делают анимации, делают анимации через аниме-студию 3D. Занимаются своими нарисованными анимациями. Это очень круто выглядит. И я бы сказал, что мой контент скорее послужил как бы развитию этой стези. Потому что я помню еще в старых своих реакциях на пони-страшилки, я бы говорил, типа, было бы классно, чтобы была там крутая какая-то анимация, еще что-то. Потом появилась Дэн Зэй Чан. Потом появились... Потом появились куча других качественных людей, которые начали делать, например... Блин, у всех, знаете, такие сложные ники, что мне реально сложно запомнить. Прямо огромное количество ников. Поэтому я, наверное, даже... А! Терриотни. Она неплохо делает. Да, я, наверное, больше и не вспомню каких-то... А, Лерчи. Вот. Самые, наверное, люди, которых меня больше всего вспоминают в моих роликах. Или же Котейка, которое первое, значит, было зачинщиком Шипа, меня и Рэмбоу Вики. Поэтому начали делать пони-креатор контент. Даже можете не лениться и посмотреть комментарии под его роликами. Думаю, немного времени пройдет, как вы найдете комментарий, сделай реакцию на мое видео. Сейчас, конечно, все поменялось и нужно задонатить, чтобы получить реакцию. По поводу этого я еще скажу. Но по поводу того, что мне пишут в ролике, ну, в комментах, что... Сначала меня хвалят, а потом через две строчки или через одну такие вот... Либо, пожалуйста, подпишитесь на меня, либо пропиарь меня, либо сделай на меня реакцию, пожалуйста. Это, на самом деле, бесит. И это я считаю абсолютным неуважением ко мне, как к деятелю, потому что, ну, ребят, понимаете, можете, как бы, остыть по поводу этого. Я-то понимаю, есть люди, которые, вот... Я замечаю ролики, которые, ну, более-менее качественно сделаны, на которые мне будет интересно сделать реакцию. Поэтому я на них и делаю. Но не надо мне писать по поводу того, что... Ой, у тебя классные видосики, а сделай на меня реакцию. Это реально бесит и показывает, что людям все равно, что в видосе. Людям все равно на мой контент. Люди просто это пишут для того, чтобы я на них сделал реакцию. И это, как бы, показывает это все. А по поводу вот этого вот... Вы получите реакцию? Нет. Нет, это не так. Смотрите. Да, я делал, типа, конкурс по поводу того, что... Ну, там, где-то несколько месяцев назад делал конкурс по поводу того, что... Если задонатите на DonatPay, вы сможете, типа, внепланово заказать какую-то реакцию. Это закончилось. Больше я такого не делаю. Ночь, в которой умерла магия, это был последний донат. И я на него сделаю обязательно. И, по сути, смотри. Реакция на видео с вашего канала. Тысячу рублей. Что это означает? Я это поместил еще вот, если бы ты заметил, 30 августа 2018 года. То есть, тогда обновился мой прайс-лист и добавилась эта тема. Суть в том, что были люди, которые заказывали у меня рекламу. Они не хотели в начале видео. Они не хотели в конце видео. Они хотели заказать именно реакцию. Чтобы я на них сделал реакцию заказную. Я такой, вот, окей. Я после этого добавил это. Потом, типа, я поставил просто 500 рублей. Окей. Я не буду сильно наглеть по поводу этого. Но люди слишком часто начали заказывать у меня эту функцию. В реакцию с вашего канала за 500 рублей. Слишком часто. Они настолько часто это делали, что я просто изменил цену для того, чтобы немножко, ну, меньше стал оборот этого всего. Но все равно были люди, которые заказывали это. И это было чисто для рекламодателей, которые хотят, чтобы я пиарил их канал в виде реакций. Чтобы не было никакого заказного ролика. А именно реакция. Я просто не знал, как сделать интегрированную рекламу. Потому что интегрированная реклама, когда ты что-то показываешь или рассказываешь на протяжении всего ролика. Просто невзначай. Были моменты, когда я вот пилил, типа, внизу надпись канала и ссылку в описании. Да, такое было. Но были люди, которые заказали именно вот реакцию. А именно было два человека, которые делали, типа, трюки, фишки и так далее. Вы, может, найдете еще у меня на канале это видео. Я его не удалял, по-моему. Я пытался так рофельно делать реакцию. Это просто жесть. Типа, боже мой, как он это сделал. Вы просто офигеете, если найдете его. Реакцию. Но, как мне говорили, раньше он смотрел просто из-за интереса. Я и сейчас смотрю все из-за интереса. Есть вещи, которые мне не совсем нравятся. А есть, которые мне очень даже доставляют. Где-то процентов 70 или же 65 процентов того контента, который мне интересен, я делаю и продолжаю делать реакции. Все остальное я, как бы, не очень. Поэтому я его и сократил до минимума. То же самое, что пони-страшилки. Мне перестало особо нравиться смотреть пони-страшилки, потому что они слишком однообразны. Нету людей, которые бы на пони-контенте делали с озвучкой, с пони-модельками, еще с чем-то. Они просто, как бы, вырвают либо Джека Белозерова, либо кого-то, страшилки от дядюшки, Носферату. Они все просто вырывают это с ролика и делают свою пони-страшилку. Но рофл в том, что иногда они просто ее не заканчивают. Это самая бесячая тема была, что люди делают вообще пони-страшилку, и они делают не до конца эту пони-страшилку. То есть страшилкой еще должно было быть продолжение, а пони-страшилка бац и закончилась. Есть куча комиксов, на которые я продолжаю делать реакции. Пропал интерес у меня в основном на пони-страшилках. Диагноз сюрприз. Не, диагноз сюрприз еще нет. Это мне все еще интересно смотреть. Когда пробуждаются демоны. Вот, это основная тема, которая мне разонравилась. Из-за чего? Из-за того, что его слишком удлинили. Его слишком долго делают. Пропала какая-то интрига, еще что-то. Те самые чувства, которые я испытывал, когда только начал делать на эту реакцию. Все это пропало. Было только... Ну, еще одна часть с одними разговорами. Всем спасибо, всем пока. Типа, я надеюсь, вы сами понимаете. И пони-игры я, типа, пытаюсь как-то разнообразовать свой контент. Делать еще по пони-играм. Делать, возможно... Что я там делаю? А, сейчас я делаю прохождение на игру Зайчик. То есть, в принципе, можно жить. Мне, в принципе, такой контент понравил. Проблема именно в том, что я не нахожу того же самого контента, который у меня сильно получал просмотры. Люди просят реакцию на что-то, но они это не смотрят. Зачем... Зачем... Вот спрашивайте... Зачем смотреть... А, просить на что-то реакцию, если вы сами это же не смотрите? Вот именно. Я не ручаюсь за то, что это правда, но это огромный слух. Если это так... Что, что, что? Раньше он смотрел просто из-за интереса. Я не ручаюсь за то, что это правда, но это огромный слух. И... Джек. Джек, 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 Джек. Я... Мать... Вот эта тема меня взбесила больше всего, когда я вчера на стриме смотрел. Джек. Твою мать. Я у тебя есть ВКонтакте. В друзьях. Ты меня попросил вставить мое лицо, типа, вот. Есть, как бы, один момент, в котором мой ролик засветился. Ты попросил у меня разрешение на то, чтобы... Ролик мой показать в своем ролике. Почему нельзя было просто-напросто спросить об этом? Я, типа, мог бы голосовое сообщение отправить. И все. Боже мой, мой ролик идет целых 20 минут уже. Ничего. Кому интересно, те посмотрят. Можно было мне написать ВК? Можно было. Еще ты делал ролик о том, что... Как продвинуться на пони-ютубе и так далее. Ты спросил у многих моих знакомых, но не у меня. У меня из-за этого, как бы... Мне было обидно, скажу так. Типа, я занимаюсь пони-блогингом больше, чем большинство пони-блогеров, которые в данный момент есть. И это угнетает, что даже вы человек, который решил сделать ролик про блогеров, еще что-то, просто не спросил, не позадавал вопрос, а просто в тот же самый день написал, привет, как дела? Типа, ладно. Ладно. Но в любом случае, у меня ВК всегда открыта. Ты мог бы просто спросить, а не только спрашивать по поводу того, чтобы вставить мой ролик. Об этом можешь и не спрашивать. Вставляй, когда хочешь. Я не против. И нормальные блогеры тоже должны быть не против. Но, блински. Можно было... Если у тебя какие-то разногласия вообще, что ты... Есть какие-то вещи, которые ты не знаешь или же не думаешь и так далее, то можно просто спросить. Вот и все. Если это так, то прошлое уже не исправить. И именно из-за этого некоторые люди презирают Флаттер Грина. Но проблема в том, что с кем я не общаюсь, все просто не ставят меня как серьезный блогер. Они думают, я просто занимаюсь полнейшей фигней. Да и сам... Нет, нет. Тут ты немного недопонял. Я говорил о своих родных, о знакомых, которых я видел вживую. И людях, которые делают всякие там фестивали и так далее. Потому что я это сказал. Меня никто не презирает. Я просто людям почему-то иногда... Ну, в 40% случаях я по КД им не нравлюсь. Типа, я пытаюсь быть дружелюбным. Но у меня тупо это не получается. И люди думают, что я какой-то... Ты плохой человек и так далее. И, по сути, смотри, я это говорил по поводу того, из-за того, что есть люди, которым, там, допустим, в невере. Они, узнав, что я типа блогер, они такие... О, говном занимаешься и собираешь на этом деньги еще что-то такое вот. Круто. Зарабатываешь на том, что легко делать. Но на самом деле это не совсем так. Есть всякие фестивали, на которые меня ни разу не приглашали официально. Там, допустим, Комик-кон Украин, видео жара. На любой из этих фестов меня ни разу не пригласили. Я сам напрашивался. То есть писал. Писал в поддержку, чтобы там дали блогерский билет, все дела. Но меня чисто не воспринимают не из-за того, что у меня мало просмотров. И из-за того, что для людей этот контент считается необычным. Типа, лол. Взрослый мужик, а смотришь по ней на своем канале. Такой, ну, лол. Он, как он говорил, хочет немного разнообразия. Он хочет делать реакцию не на один мультсериал, а на целую кучу. Скажем так, на все мультсериалы. И это по разным причинам. Во-первых, многие люди реально не выдерживают такой нагрузки. Делать контент по My Little Pony реально становится сложно. Особенно, если делать его необычным. Да и, как говорил сам Flutter Green, статистика на канале уже не та. Но даже при том, что я делаю на ту же самую реакцию, что люди просят, оно не собирает вообще ничего. Все равно. Типа, так же самое. Люди просят, я делаю реакцию. Если я хочу сам на что-то делать реакцию, то это все равно не собирает просмотры. И это очень плохо. Достаточно посмотреть на его ролики. Чаще всего ролики собирают от одной до трех тысяч просмотров. Для канала, у которого почти 200 тысяч подписчиков. Сомневаюсь. Ну, это уже проблема, я считаю, пони контента на самом деле. Потому что не всех удержишь. Вот и все. Не всех удержишь на своих каналах. Никого не удержишь в фэндоме. И многие захотят что-то нового. Поэтому они будут либо забивать на канал, на который они подписаны. Либо же они будут искать другие каналы по новым интересам, которые захотят. То же самое было у меня. Я когда-то смотрел лайкера, там, гэтфак шоу, еще кого-нибудь, кто занимается игровыми монтажами. Мне потом монтажи разонравились. Я начал смотреть, там, не знаю, там какие-то приколюхи на ютубе. Либо же англоязычных блогеров только. И так далее. То есть, сами понимаете. Понимаю, что Флаттеру самому это нравится. А, сказал, что от тысячи до трех тысяч. А вон есть ролик, который называется Рарити. Испугалась моего рисунка. Он собрал семь с половиной тысяч. Не, на самом деле даже десять теперь. Но, ладно. Подметил просто. Скрин надо было в другой кидать. Да и сам он сказал, что хочет каких-то изменений. Что-то типа масштабных проектов. Но даже можете не задумываться. Если он перестанет делать реакции по пони-контенту, его могут обозвать предателем. Просто потому, что человеку надоело. Зрители тупо насильно заставляют сидеть фэндами и пилить для них контент. Это есть проблема. Проблема в том, что люди не знают и будто бы не верят, что у человека должен быть другой интерес. Я об этом говорил на стриме. В общем-то, если человек занимается... Вот просто. Если человек в пони-фэндаме, и он смотрит только по поням что-нибудь, то у него сразу же впадает в голову по типу ты должен, ты обязан снимать по поням, ты должен смотреть только пони, ты должен интересоваться только понями, ты должен делать только пони. И по сути, у них просто отпадает малейшее просто представление, что такое аниме. Они просто... Они смотрят по ней, и у них в головах заседает такая тема, как... О, ты смотришь аниме? Всё, ты предатель, ты не брони. Я аниме говно. И они не хотят вообще слушать, что такое аниме. Они хотят посмотреть ни одну серию для того, чтобы узнать, что это. Они не хотят ничего другого воспринимать вообще. И это 40% фэндома. Это я вас уверяю. И на моём канале из-за этого большие застои. По просмотрам. Я мог бы давным-давно поменять контент. Давным-давно. Но я этого не сделал. Надеюсь, что я на этом же фэндоме смогу поднять своё количество подписчиков выше, чем креативный канал Тома. Но я не думаю, что я это смогу сделать, если таким образом дальше и пойдёт. Я, наверное, этот ролик в премьере выпущу, потому что, ну блин, я обсуждаю 3 минуты, целых 27 минут. Ладно. Так что, люди, которые используют данный стереотип, хватит заставлять людей сидеть фэндами. Это их выбор. Они и так немало поработали фэндами. Да, я сделал 1700 роликов. Вы представляете, какое это огромное количество? В особенности для меня и для вас. Я 5 лет занимаюсь каналом. 5 лет... Ну... В сентябре будет 6 лет. В сентябре будет 6 лет. На блинский. 6 лет. Почти. 6. Что не скажешь о тех, кто использует этот стереотип? Я думаю, суть вы уловили. Ну и давайте поговорим о последнем стереотипе, который меня так же бесит, как и остальные. Все брони должны обязательно следовать урокам дружбы. Так, в общем, это уже посмотрите по ссылке из описания. Но, по сути, я все, что хотел обсудить. Еще были люди, которые писали по поводу меня в комментах. Так, хотел бы еще обсудить. Например... Например, например... Надо только найти... Так... А Флаттер нормальный мужик? Хоть снимает реакции. Ой, спасибки. Но я не понял в этом смысле. Хоть снимает реакции. Типа... А что может показывать человека? Что, человек обязательно должен быть плохим, если он снимает реакции? Или что? Я не понимаю. Отличие от Дика, который снимал реакции намного хуже. И делал кликбейтные превью к своим видео. Еще рекламировал детский контент. Ну... Я, в общем-то, и сам делал кликбейтные превью. Но кликбейтные превью у меня всегда по теме. По теме ролика. Потому что... Таким кликбейтным темам, как делал сам Диккенсен, это было просто жесть. Детский контент я тоже рекламировал, но ни разу его не показывал. То есть, был... Как я уже говорил, был момент, когда я на весь ролик, типа, поставил плашку. Типа, вот, такой-то, такой-то канал. Подписывайтесь, ссылка в описании. И все. То есть, я его сам не показывал. Это был детский канал. Такое было. Признаю. Но... Все-таки это, по-моему, был единичный случай. А, еще... Еще вспомню, что Дикк рекламировал казино. Что он всякие рулетки рекламировал в своих аниме-видосах. Из-за чего, в общем-то, все у него, ну, частично пошло по одному месту. Так. Ну, и в общем-то, это все, я так понимаю. Так что, да, ладно. В принципе, понимаете, что каждый человек имеет шанс развиваться. Но этот шанс на развитие, он улетает в пропасть с теми же людьми, которые... Точнее, из-за тех людей, кто не дает этого самого шанса. То есть, каждый может делать то, что волен себе. То, что он хочет делать. Но, к сожалению, этого не может делать. Из-за того, что... Как бы... Те люди, которые его смотрят, они просто задерживают на одном месте. И получается так, что... Это достаточно-таки проблемно для блогеров, для меня, для Майни. Если я помню, он пытался делать в один момент, типа... Закинуть реакции и начать делать монтажи. Это... Эти монтажи игровые собирали у него в пять раз хуже, чем... Чем реакции. Из-за чего он продолжает делать реакции. Так что, такое, ребят. Надеюсь, вы все поняли. Надеюсь, вы смотрели... Эту премьеру. Надеюсь, вы подонатили. Немножко. Ссылка в описании к 100. Хотя бы поблагодарить за видос. Ладно. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Flutter Green. Всем удачи и всем пока.